Отдельный вход, камера видеонаблюдения и тревожная кнопка. Шансы попасть в кабинет заместительной терапии без разрешения и что-то здесь украсть равны нулю. Ежедневно без выходных и праздников участники программы приходят сюда за метадоном. Он не вызывает эйфории, принимается в виде сиропа и позволяет отказаться от нелегальных наркотиков, не испытывая при этом ломки. А вскоре в распоряжении врачей появится еще один препарат. Он называется бупринорфин. Мы ожидаем того, что этот препарат появится у нас в обороте. И мы сможем его назначать пациентом. И вполне возможно, что даже сможем выдавать этот препарат на дом. Это было бы просто чудесно, это было бы удобно для пациентов, ну и также и для нас, для врачей. Чтобы стать пациентом метадоновой программы, нужно быть совершеннолетним, состоять на официальном наркологическом учете и иметь за спиной неудачные попытки ухода от зависимости другими способами. Так что для некоторых участников это настоящая терапия надежды. Здесь сразу возникает уменьшение угрозы и опасность распространения ВИЧ. Уменьшение угрозы и опасности многих других вещей, сопутствующих заболеваний, такие как гепатит С и ряд других, соответственно, которые передаются через кровь. Пациенты регулярно сдают тесты на содержание в организме психотропных веществ и алкоголя. В случае неоднократного нарушения правил из программы могут и исключить. А вот что касается сроков терапии, конкретных временных рамок нет. Некоторые приходят за метадоном в течение всей жизни, а кто-то в определенный момент решает побороть зависимость окончательно. Именно так поступил Александр. Люди стоят на программе по 10 лет, хотя это можно сделать за полгода, поднять дозировку и снизить ее. Снизить ее и отказаться от всего. Одной метадоновой программы, чтобы стать свободным от наркозависимости, уверен Александр, недостаточно. Его слова подтверждают специалисты. Заместительная терапия может быть эффективной лишь в комплексе социализации и психологической поддержкой. Именно такие задачи ставят перед собой сотрудники общественного объединения «Позитивное движение». К нам приходят люди, которые хотят прекратить употреблять наркотики. Люди с зависимостями и алкогольными, и наркотическими. И в этом случае мы даем им консультацию, проводим какие-то мотивационные встречи и перенаправляем в центры. Чтобы помочь максимальному количеству наркозависимых, так называемые «аутрич» работники выходят на улицы, сами находят людей, нуждающихся в помощи и приводят в центр. Я веду сюда людей, я общаюсь с ними в вызывании доверия. То есть сегодня, вплоть до того, что я подошла в мусорке, там копалось две девушки, я подошла, говорю, девушка, можно вас на секундочку? Спросила, употребляет ли она наркотики. Она сказала, что да, я употребляю, я говорю, а не хотите, вот я работаю в центре поддержки наркозависимых, вы у нас можете получить помощь. Социальные работники уверены, работу с клиентами следует строить на доверии, взаимопонимании и сопереживании. Это такой островок безопасности, где точно нет милиции, где точно не осуждают и не говорят, какие плохие. То есть мы всех принимаем, какие есть. Ну, со своей жизненной историей и с тем, что у них происходит в жизни. Мы не пытаемся перевоспитать, мы пытаемся понять, что происходит с человеком. Методоновая терапия, психологические консультации и юридическая помощь. Как говорится, на войне все средства хороши. Особенно, если это война с такой важной проблемой, как наркотическая зависимость. И победить ее можно, если одни попросят о помощи, а другие постараются помочь. Екатерина Кардаш, Николай Певец, Дмитрий Бураков. Наше утро.